Кирилл, Марина, ну мы вас поздравляем, это здорово, в такой день, в день всех влюблённых, да, вам выдали свидетельство о заключении брака и так далее. Поделитесь эмоциями, впечатлениями. Ну самые лучшие, потрясающие эмоции, прекрасные внутри чувства, это очень так символично и просто круто. Марина, что вы сказали? Да, присоединяюсь, любовь спасёт мир, и спасибо, что ты у меня есть. Замечательно. Можно, пожалуйста, ещё раз услышать эту историю? Как вы нашли друг друга? Да, это два с половиной года назад я написал в социальные сети, просто спросил привет, как можно с тобой увидеться. Марина прилетела совсем из другого города делать визу, чтобы улетать в Европу, и так вот мы познакомились, и наши света сошлись. Понятно. Марина, что вы цените в Кирилле больше всего, какие качества его вам больше всего по душе? Какой он, Кирилл? Устремлённость, доброта, искренность. И, наверное, всё. Самые основные. Кирилл, что вы скажете, чем вас Марина привлекла, завоевала? Своей теплотой, уютом, своей любовью, своей искренностью и таким вот настоящим чувством любви. Я думаю, что это очень важно. Замечательно. Ну, Марина, вы понимаете, да, быть женой спортсмена непросто, быть женой хоккеиста, это, наверное, может быть вдвойне и втройне ответственность, да, такая, потому что у хоккеиста всякие периоды бывают, всякие моменты бывают, да, вот некоторые, знаете, жены хоккеистов говорят, мы узнаём настроение мужа, потому как он ключ ставил замужную скважину, да, там и так далее. Скажите, пожалуйста, вот как вы готовитесь к тому, чтобы быть женой хоккеиста? Вообще, что такое быть женой хоккеиста, по-вашему? Безусловно, это всегда волнение. На просмотре игр просто встречаешь после игры, узнаёшь его эмоции. Иногда он уезжает, это тоже не всегда просто, но мы идём на это добровольно. Поэтому я, конечно, счастлива и спасибо ему огромное, что он есть в моей жизни, это самое важное. Любимое блюдо освоили Кириллу уже? Кормить будете? Он много чего любит, не знаю. Всегда кормится. Замечательно. Ребят, ваши пожелания всем молодым людям. Сегодня вот необычный праздник, День всех влюблённых, да, когда по всему миру люди благодарят, поздравляют друг друга, признаются в любви. Вот что вы им пожелаете? Как найти своё счастье, как укрепить своё счастье? Такой праздник очень символичный, да, и я думаю, что нужно просто постоянно слушать и слышать человека, быть всегда с ним рядом, поддерживать, помогать, заботиться, уступать. Искреннее чувство уступать, и всё всегда приведёт к хорошей, долгой и крепкой любви. Замечательно. Спасибо. Поздравляем вас ещё раз. Спасибо за интервью. Ждём счастливой, долгой жизни.